Диктор Саша Шуров Нель Месси перешел из Барселоны в Парижский ПСЖ И американские войска покинули Афганистан Конечно, об этом мы вам точно не расскажем Но зато есть резон обсудить, что происходило в Н-сфере за последнее время Кстати, за прошлый выпуск мы получили полноценный страйк Из-за упоминания игры от Cute Anime Girls Но Ютуб моментально отменил свое же решение В то время как предупреждение за ссылку на группу новеллы Nvidia В одном из предыдущих видео до сих пор не было снято Несмотря на подачу апелляции Надеемся хотя бы таким образом Немного заставить шевелиться представителей видеохостинга Но пока переходим к сути Как всегда, первыми в списке идут релизы Начнем с принцессы кошек, вышедшей не так давно в Steam Это ремейк старой Атаме от автора под ником Перышко С обновленной графикой и кучей уникального контента и сюжетных веток А еще здесь есть котик и собачка Так что соскучиться 100% не получится По сюжету главная героиня, дочь графа Королевства Метаморфов Становится жертвой злой колдуньи И теперь ей нужно скорее найти того, кто поможет снять страшное проклятие Или же брать судьбу в свои руки Или лапы В Steam принцесса кошек стоит 133 рубля С учетом количества концовок, длительности сюжета и объема графического контента Такую цену вполне можно считать оправданной Да и судя по отзывам, новелла удалась на славу Поэтому вы знаете, что делать! Ссылка будет в описании Обновилась фанатская модификация Письма Венере на базе новеллы Котава Сёдзё Нет, это не третий акт, который многие так ждут Но изменений хватит на отдельный рут В первую очередь обновилась графика некоторых персонажей Исправленные ошибки в первом и во втором актах истории А также баги разной степени важности Также теперь для нормальной работы не требуется наличие оригинальной новеллы и русификатора Скачать актуальную сборку модификации можно по ссылке в описании Студия Flat Chess Dev и их подаванный The Last Evil Wizard представили проект В погоне за хвостом, Обещание под снегом Как повелось, нас снова ждет милая и немного пошловатоя История о главном герое, оказавшемся в крайне комичной, но вместе с тем жуткой ситуации На сей раз никаких эльфиек, монстров и крокотян Только призраки, только хардкор И фансервис под пледиком Также стоит отметить наличие высокой вариативности и дополнения для взрослых с профессиональной озвучкой Стоит это чудо в стим 195 рублей Но на неделе имелась возможность приобрести новеллу со скидкой в 11% Ссылочка тоже будет в описании, поэтому глядите в оба Переходим к анонсам и отчетам, ведь с релизами в рувен сфере сейчас довольно тяжело Создатели Кайграда анонсировали DLC под названием Оборванные нити Если все сложится удачно, то выйдет новая порция контента до конца августа На 6 августа ведется работа над озвучкой дополнения Также в планах у авторов допилить графику для основной сюжетной линии новеллы Поэтому будет на что посмотреть и с чем сравнить Перед тем, как мы пойдем дальше, порекомендуем вам ознакомиться с недавней статьей о судьбах главных персонажей Кайграда В ней впервые приводятся неизвестные ранее факты об их жизни в утопическом мире Которые дадут читателям больше пищи для размышлений А заодно помогут скоротать время в ожидании DLC Ссылки будут в описании Широко известный в узких кругах блогер Злобстер занялся разработкой собственной визуальной новеллы Под рабочими названиями «Взрыв разума» и «Ловушка разума» Судя по первым публикациям со спрайтами основных персонажей Можно понять, что визуальный стиль как минимум будет необычным Однако и сама история, кажется, претендует на уникальность Главный герой по имени Оскар Уинтерс расследует дело о серийном убийце Попутно пытаясь одолеть внутренних демонов Стоит отметить, хотя не исключаем, что это просто совпадение Что активность, связанная с разработкой «Взрыва разума» Заметно выросла после приобретения злобстером графического планшета Учитывая, что проект-блогер рассчитывает тащить в одиночку Потенциал довести дело до конца и собрать какой-никакой фидбэк у него есть Собственно, удачи ему с этим Разработка Love, Man и Рекон Ролл практически завершена Серьезно? Да, серьезно Да, избитая фраза Но, видимо, в этот раз Soviet Games не шутят Отчет за август появился в официальной группе проекта буквально на днях По словам главы коллектива Сценарий закончен и вбит в игру Основная графика тоже Доделать осталось по мелочи Код, звуки и дополнительные спрайты персонажей Ну и баги закрыть Чтобы уж точно не вызывать гнев людской Точную и, надеемся, окончательную дату релиза ЛМР Авторы обещают озвучить уже осенью Но означает ли это, что ждать Все еще остается недолго Выпуск назад Саша Шуров сказал, что тема джемов на сайте Anivisual.net нас еще долго не отпустят По такому случаю ловите сразу два анонса на эту тему Художница Лолча анонсировала сиквел новеллы «Укулеле бой», вышедшей в рамках третьего джема Анотация звучит следующим образом Работники брачного агентства для паранормальных существ отправятся по ту сторону зеркала, чтобы найти душу своего коллеги По словам автора, вторая укулеле будет заметно длиннее первой, а также будет являться ее прямым продолжением Ориентировочно новелла выйдет в ноябре Второй проект «Кровать над твоим монстром» год назад участвовал на самом первом джеме Anivisa И не так давно художницы Зелла и Забава собрались, чтобы его доработать Вернее, даже перепилить, ведь исходного кода новеллы у авторов не осталось Изменениям будет подвержена как минимум графика Один пример обновленного задника уже имеется на ваших экранах Правда, это пока что вся информация, но мы даем слово, что будем следить за развитием событий Скайсикер свернулись из небольшого отпуска и поделились новостями о разработке Рута Катрин из новеллы «Юные сердца» Сценарий практически закончен, не считая финальных глав, а графика активно рисуется Что касается не менее значимой части новеллы, музыки То ведется работа над одним из ключевых треков Рута под названием Entertainment for the Blackened К слову, не так давно музыкант Егор Апрельцев выходил в прямой эфир именно с целью показать Как записываются музыкальные композиции для сердец А заодно немного пообщаться с подписчиками паблика Скайсикерс Ну и пара фактов о грядущем Руте Катрин Он будет более интерактивным и нелинейным по сравнению с Форте А возможно читателям придется поучаствовать в необычном детективном расследовании Которое может привести к нескольким разительно отличающимся друг от друга концовкам Обновление Young Hearts должно выйти осенью, поэтому следим за новостями И еще несколько новостей в формате Blitz Разработка сиквела «Помоги мне купить молоко» выходит на финишную прямую По словам Никиты Крюкова, идеолога и лидера проекта Уже написано более 50 музыкальных треков Сколько готовых иллюстраций не сообщается Авторы новеллы «Мой лагерь воспоминаний» показали боевую систему Отдаленно схожую с принципом карточных игр Небольшая цитата из поста разработчиков Собирайте в процессе игры карточки, а затем умело и аккуратно используйте их во время боя Ведь они имеют свойство заканчиваться Ваша задача во время хода противника успеть попасть по его изображению Иначе вы пропустите удар Несколько таких опложностей и бой проигран, что влечет за собой последствия Один из создателей стеклянной шестеренки, художница Кианиеш, анонсировала разработку сольной игры под названием «Алая роща» Контент готов наполовину, ожидается 3 полноценных рута и до 9 часов чтения Параллельно с этим продолжается доработка дебютного проекта команды «Remnants of Mosaic», но о нем мы уже вроде бы говорили ранее GM Reds получили разрешение от группы «Маяк» к выступающей в жанре Soviet Wave Использовать ее треки в новелле Soviet Punk Параллельно готовится и доводится до ума графика, в том числе фоны Над которыми пыхтит художник Алексей Лебедев Ну и немного о контенте от нашей редакции Мы закончили марафон стримов по третьему Anivisual Jam И сейчас Виталий понемногу нарезает записи прочтения всех 36 проектов Также на канале вышли видео про судьбу новелл с Микрорена и новый выпуск рубрики «5 фактов» о серии новелл Некопара В паблике же стали доступны обзоры новелл Chicken Police, Carpe Diem и Неэпическая история Все это мы рекомендуем к ознакомлению, особенно видео, а то просмотр просели и нас это невероятно расстраивает Ваша активность для нас лучший мотиватор, просто знайте Кстати, если кто-то из наших зрителей живет в Белгороде, то спешим сообщить, что на следующих выходных К вам приедет один из наших авторов, известный как Total, он же Сергей Белоус В рамках фестиваля Гака, который пройдет 28 и 29 августа на открытом воздухе Стенарист и программисты ряда новелл расскажут о том, как можно экспериментировать с художественной литературой И для чего нужны визуальные новеллы в принципе Приходите, будет интересно А на сегодня у нас все Как обычно, не забывайте про священный ритуал, лайк, подписка, колокольчик Становитесь спонсорами ЛД и следите за новостями в паблике ВКонтакте, а также Телеграм и Дискорд Для вас работала Алина Шульц Всего доброго и до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok